Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры! Вселюбщее чтение Слово Божие! Мы продолжаем с вами исследование книги Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру И сегодня мы с вами рассмотрим 42 главу. Отвечал Иов Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь, что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей промочающее провидение ничего не разумеет? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудесных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить. И что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя». Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. И было после того, как Господь сказал Словате Иову, сказал Господь Елефазу Фемистемлянину, «Говорит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». «Итак, возьмите себе семь тельцов, семь овнов, пойдите к рабу моего Иову, принесите за себя жертву, а раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Видим здесь диалог между Богом и Иовом. Господь говорит и о друзьях, говорит о том, что можно говорить и о Боге, но не так верно. Очень важно для нас с вами это замечание в этих стихах, потому что не все и не все люди, которые говорят о Боге, это означает, что они говорят и возвещают истину Божию. Итак, Иов отвечал с первых стихов, как мы с вами видели, и он раскаялся и говорит о том, что то я раньше просто слышал о тебе, а теперь вижу. Вот это очень интересное высказание, вижу тебя, то есть Бога можно увидеть только так, как об этом говорит Господь Иисус Христос в заповеди блаженства. «Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Мы видим, что Иов раскаялся, как сказано, в пепле, и перед Богом так и сказано, что «выслушал я слова, спрошу, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь, отрекаюсь и раскаиваюсь». Очень важное словосочетание. Отречение. Раскаяние — это отречение от прошлого греховного состояния и прошлого видения мира и себя, и принятия Бога и его божественного откровения. Само слово «откровение» — оно очень емко в своем понимании. Это то, что Бог нам хочет открыть о себе. Поэтому Иов, раскаиваясь, отрекаясь от прежних каких-то заблуждений, которые он видит в себе, он принимает Бога, и Бог ему открывается. Поэтому Иов говорит «я теперь вижу тебя». Итак, Иов получает оправдание перед Богом. Тогда как признает его всеведение и контроль над каждым событием человеческой жизни? Когда показывает свое искреннее смирение, человек задает вопрос, чтобы узнать то, чего не знает. Для человека вопрошать Бога значит признавать свое неведение. Иов — предвосхищение добродетеля христианской жизни. Его друзья признаны Богом к искуплению греха против Иова. Мы видим, что здесь Господь так и призывает друзей и говорит, что «Вы говорили обо мне не совсем верно, поэтому принесите жертву». Какую жертву? Жертву сокрушенную и смиренную Бог не уничижит. То есть, и здесь очень важное указание. Также Господь говорит, что Иов говорил обо мне правильно, и Иов помолится за вас. Итак, поэтому я, отрекаясь и раскаиваясь в пепле, как мы уже с вами прочитали, вот хочется зачитать несколько слов, конечно, свидетель Иоанн Златоуст пишет по этому поводу, цитата, «Поэтому я уничижил сам себя и истомился, и мню», то есть, мое частное мнение, «себя землей и прахом». Вот какое было частное богословское мнение у Иова. Он мнил себя землей и прахом. Бог говорит ему следующее, «Неужели ты думаешь, что я поступил с тобой иначе, чем дабы ты явился праведным, дабы ты сказал, говорит эти слова, а не для того, чтобы осуждать тебя?» Это оправдание всего прежнего, ибо Иов произносит это, не будучи избавлен от искушений, но еще пребывая в страданиях, он воспел эту хвалу Богу. «Какую? Я считаю себя ничем», говорит Иов. «И всякое мое суждение, оно ничто». Итак, я произнесу оправдание прежнего, продолжает ситилян Златоуст. «И этого я был недостоин». А что же Бог, когда Иов осудил себя, тогда он оправдал его. Хотим ли мы оправдание в Боге? Необходимо осудить все свое частное мнение о Боге, о мире, о человеке. Будь оно хоть каким, необходимо его осудить, потому что это наше мнение, чтобы не быть похожими нам на друзей, кого? Иова, которые высказывали свои мнения о Боге. Вот свидетельян Златоуст так и продолжает. «Иов осудил себя, тогда он, Бог, оправдал его. И что он говорит? Он сказал его друзьям, что они должны искупить свой грех, и постоянно называет Иова своим слугой». Конец цитаты. Итак, мы видели, что Бог в 7-м и 10-м стихе упрекает друзей. Иов — это образ праведника, понимающего, что Богом отведено человеку, а друзья, друзья ограничены гордостью и лицемерием. Они, почему? Вроде бы они тоже некоторые вещи говорили о Боге правильно, но они говорили это в перемешку с неправдой. Поэтому здесь отцы церкви, Григорий, двоих слов, свидетельян Златоуст усматривают в их речах ограниченностью, гордостью и лицемерием. Очень важно вот это слово ограниченность. То есть, это говорит о том, что гордость, то есть грех, лицемерие, они ограничивают нашу свободу. Свободу в Боге и с Богом. Это всем любителям. Свободы, да. Потому что в свободах, в которых был предназначен человек, она, Бог сотворил эту свободу для служения Богу и людям. Но человек эту свободу воспринял от, от Бога и от людей. Поэтому всегда сегодня люди стремятся, когда начинается разговор о свободе, что люди говорят? Ну, надо от чего-то отстраниться. Почему? Свобода — это служение. Поэтому люди перепутали свободу для и восприняли свободу от. А от — это всегда отрицательно. Это всегда значит, от чего-то отпочковаться и делиться. А для — это всегда положительно. Со знаком плюс. Поэтому так и пишет святелин Златоуст для друзей. Да. Иов — образ праведника, понимающего, что Богом отведено человеку. То есть, что человек, он не всесилен, не всемогущий, не всеведущий, не всезнающий. А его друзья ограничены чьим гордостью и лицемерием. Да. Святитель Григорий Двоеслов восхищается праведностью Иова. Он говорит, вот в «Святом Муже», цитата, «прибывают в этой временной жизни правила божественного суда. Правила божественного суда. Найдет нечто, что осудить, хотя в сравнении с прочими людьми в нем и теперь есть то, что достойно хвалы. Итак, блаженный Иов счел страдания свои наказанием за вину, а не благодатью. Счел, что умеряются его грехи, а не увеличиваются заслуги. Теперь же слышит упрек за то, что полагал смысл страданий иным, хотя этот смысл предпочтительней, как видно из определения внутреннего суда в отношении его друзей, которые ему противостояли. из этого становится очевидно, сколь велика была правда его в отстаивании своей невиновности в делах перед друзьями, ибо он судом Бога предпочтен даже самим защитником Бога. конец цитата. Такие слова. Итак, возьмите себе, говорится о жертве, как мы прочитали, действительно, Иова просит Бог помолиться за своих друзей. И как дальше сказано, и пошли или фасвилистемлянин, вилдат свихьянин, сафар на вегетянин, и сделали так, как Господь повелел им и принял лице Иова. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иому вдвое больше того, что он имел прежде. Здесь перечисляется, что Бог возвратил вдвое того. Тогда пришли к Нему все братья Его и сестры Его, и все прежние знакомые Его, и ели с Ним хлеб в доме Его, и тужили с Ним, и утешали Его за все зло, которое Господь навел на Него, попустил, и дали Ему каждый по кесете, по золотому кольцу, и благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У Него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, тысячи парвалов и тысяча аслиц, и было у Него семь сыновей, три дочери, нарек он имена Емима, имя второй Кассия, имя третьей Керенгапух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочь Иова, и дал им отец их наследство между братьями их. После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих, сыновей, сыновей, сыновьях до четвертого рода. И умер Иов в старости насыщенный днями. То есть мы видим, что Иов получает от Бога несколько крат и богатство, и детей, и внуков, и правнуков, как здесь сказано, до четвертого колена. Что интересно здесь заметить, что в девятом стихе, как сказано, пошли Елефас Велестемлянин, Вилдад Семехианин и Сафар наименитянин и сделали так, как Господь повелел им. Какого имени мы здесь не встречаем? Илеуя. Илеуя не пошел и не сделал так. Поэтому в самом начале говорили с вами, что Илеуй это прообраз сатаны, такого искусителя, приходящего между, приходящего к Иову и искушая его своими лицемерными речами, своими надменными, надпыщенными, как мы помните, говорили, такой надпыщенной риторики. Видим, что его нет среди друзей, которые идут для того, чтобы принести жертву Богу. Дьявол не может служить Богу. Он может говорить напыщенно, его слуги могут говорить достаточно даже убедительно, но это будет лицемерной ложью. Так может быть. Итак, мы видим, что здесь о том, что Иов награждается несколько крат. И вот интересно обратить внимание на имя дочерей и что они означают. У него было семь сыновей и три дочери. Как мы помним, в начале истории также было. Нареканным имена Май, имя Второе Кассия, Керинга Пух, и они были на всей земле, не было таких красивых женщин. Красота избранных. А церковь, помимо Григория Двеслов, видел в этом и другой сказательный смысл. Вот он пишет. Конечно, души избранных превосходят своей красотой весь род человеческий, живущих на земле после сотворения человека. И чем более они смиряются внешними скорбями, тем вернее они собираются внутри. Вот что сказано псалмопевцам Святой Церкви, которая украшается великолепием избранных и выжелает царь красоты твоей. Псалом 44. И о ней же чуть ниже добавляет вся слава черри царя внутри. 44. Псалом 4 стих. И дальше продолжает. Ведь если бы церковь искала славы снаружи, она не имела бы внутри того вида, которого так желает царь. И хотя многие внутри нее сияют красотой добродетели и в заслугах превосходят других совершенствов своих поступков, но некоторые не будут в состоянии тянуться к высокому, ибо сознают свою слабость, удерживаются в самом лоне ее сострадания. Такие, насколько в их силах, избегают грехов, хотя и не исполняют высших установлений настолько, насколько желают. И Бог благосклонно принимает их, приближая к себе соответственно заслуживаемо ими воздаяние. Конец цитаты. То есть мы видим, что об этой красоте, красоте такой троекратной, что ли, тех дочерей, которые были о Иовах, свидетель Григорий Богослов в виде добродетели, добродетели, и говорит в своем высказывании, что несмотря на то, что люди, которые находятся внутри церкви и стараются совершить дела добродетелей искренним всем своим стремлением к этому, не могут сделать, как другие, может быть, у которых лучше получается что-то делать, там, может, у кого-то дела милосердия, у кого-то слово, там, слово евангельское, слово проповеди, у третьих еще какие-то, может быть, занимается кто-то иконописью и расписывает храмы, не все может у всех получаться так вот, насколько бы они хотели, но Бог смотрит на желание и стремление, то, что у человека может не получается, потому что ему не дано это талантом, он, как сказано, и Бог благосклонно принимает все равно этих людей, приближая к себе соответственно заслуживаемо ими воздаяние, поэтому святый Григорий Богослов нас здесь как бы утешает, главное, чтобы было намерение, чистое наше стремление к Богу, и тогда Бог помилует и нас, смотря на внутреннее состояние нашей красоты, так как Он посылал Бог испытания Иову, который, который, в общем-то, преодолел все искушения, мы видели и нотки, может быть, какого-то, казалось бы, на первый взгляд, отчаяния в словах Иова, но Иов никогда не разочаровывался, если так можно сказать, то есть никогда не отступал от Бога в своей надежде, любви и верности Богу, где-то что-то он не понимал как человек, где-то что-то не получалось у него сразу все осмыслить, как это необходимо, бы, но он, как мы видим, в этой 42-й главе раскаялся и сказал «Потому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». И когда это покаяние настало, когда он перенес все эти скорби, мы видим, Господь ему воздал в сто несколько крат, в несколько крат, да, как сказано, одним дам в тридцать, другим в шестьдесят, другим во сто крат. поэтому все, что бы с нами не происходило в нашей жизни, будем подражать тому подвигу перенесения скорбей, который перенес, не отрекаясь, не отчаиваясь в Боге многострадальный Иов. И тогда по милости Божией возможно получим от Бога воздаяние. Если уж не в этой жизни, то в жизни будущего века точно не будем в этом и сомневаться. Итак, мы завершили с вами чтение и, насколько это возможно, истолкование это удивительное по своему содержанию, сложное в некоторых вопросах для истолкования и понимания книги, но, тем не менее, воздадим Богу славу, что отцы церкви помогли нам разобраться в некоторых текстах, которые для нас непонятны, но, тем не менее, я думаю, что то, что мы с вами исследовали, это всего лишь введение книги в книга Иова. В дальнейшем я призываю вас более тщательно исследовать как эту книгу, так и другие, помня всегда слова апостола Павла, вникая в себя и учения, этим себя спасешь и слушающих тебя. Аминь. Аминь.